Так, ну продолжаем, да, и, соответственно, вот на этом месте, я спрашивал у местных жителей, оказывается, где-то есть подземная речка, и поэтому здесь не стали строить дом. А мы едем сейчас непосредственно к одному зданию. Бывший детский садик, да, то есть я снимал об этом ролик когда-то, я думал, что там будет метрополитен, но пообщавшись с местными жителями, адрес это Народного ополчения 247, я узнал, что в этом здании есть псарня с непонятным количеством содержания животных, условия содержания тоже непонятно, да, но то, что говорят весной, тут все так очень красиво и чинно, когда снег начинает таять, я думаю, мы можем приехать заснять, если будет очень большой интерес, это заведение не прекратит свое существование. Но у меня мысль заснять это место родилась, потому что когда я мимо него проходил, я помнил, что там было зоомирок, да, и рядом было непосредственно кафе. То есть вот мне вот интересно, насколько возможно сочетать псарни, псарни, или как они там называются, непосредственно со всеми такими местами, где люди кушают. И вот тут такой вот забор появился. Так что кто что знает, пишите. Ну а мы попробуем что-то освещать, и как-то вместе будем улучшать нашу жизнь. А то нам такие красивые фильмы показывает наша администрация, что все-таки хочется как-нибудь туда попасть хоть одним глазком.